Алтайские дети признаны лучшими в России проектировщиками по трехмерному моделированию. На днях они привезли золото с национального чемпионата рабочих профессий. Еще две бронзовые медали завоевали молодой токарь и юные ландшафтные дизайнеры. Какими работами покорили экспертов престижного конкурса алтайские участники? Какие перспективы открывают перед ними победы и о развитии мирового рабочего движения в России и крае в целом? Поговорим с ВРИУ заместителем министра образования и науки Алтайского края Инессой Долженко. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Но прежде расскажите, что это за чемпионат такой рабочих профессий? Когда он проходил, кстати? Где? Чемпионат проходил в Южно-Сахалинске. Это шестой национальный чемпионат. Россия в мировом движении рабочих профессий участвует с 2012 года, а самому мировому движению уже очень-очень много лет. Это 1947 год, и родоначальником стала Испания. Суть чемпионата коротко. Соревнуются в различных абсолютно направлениях, компетенциях, молодые люди возраста от 14 до 21 года. Соревнуются в каких номинациях? Совершенно различные. Как традиционные для нас в сфере строительства, какие-то различные работы, связанные с ландшафтным дизайном, токарные работы и так далее. Так и до самых современных, так называемые future skills, то есть прототипирование, 3D-моделирование, реверсивный инжиниринг и тому подобное. А Алтайский край в какой раз принимает участие? И каждый ли раз мы привозим награды? Вообще наш регион присоединился к этому движению в 2016 году. В прошлом году мы впервые участвовали в национальном чемпионате. У нас был один всего представитель от региона. Электромонтажные работы тогда мы вошли в топ-10. В этом году мы привезли более существенные награды. И по сути можно сказать, что регион впервые был представлен достаточно репрезентативно. От нас сколько было участников? Восемь участников по четырем различным компетенциям. Из них две юниорские компетенции, то есть это когда дети от 14 до 16 лет. И соответственно четыре это уже студенты профессиональных образовательных организаций. Я знаю, что алтайские дети привезли золото за создание 3D-модели. Что это за модель? Можно ли ее применить на практике? На самом деле у юниоров задача применения на практике не стояла. Безусловно, это такая расчетная модель, которая не требует какого-то практического применения. Это прототип скутера, но требует знания математики, информатики и еще различных таких нюансов. Но вот участие в национальном чемпионате, что дает этим детям? Школьникам в первую очередь это вера в себя, это выбор дальнейшего пути, выбор профориентации. Опять же, что касается рабочих кадров, тех кто учится уже, это безусловно выход на рынок труда. Это возможность трудоустроиться в престижные компании, в том числе и мировые. Ну и в первую очередь это все-таки соревнования, это как олимпиады на самом деле. И это возможность участвовать дальше и в национальных, и в мировых чемпионатах. Наверняка какой-то сертификат победитель все равно получает. Совершенно верно. Все участники WorldSkills получают Skills Passport. Это набор компетенций с определенными баллами, по которому уже любой мировой товаропроизводитель может выбрать для себя сотрудника. И такие примеры есть у нас в стране, когда все это размещается в единой системе. Выход на эту систему есть у любой фирмы мира. Поэтому на самом деле дети очень востребованы. Я понимаю, что иметь вот такой сертификат, такой паспорт очень престижно и в дальнейшем пригодится. Да, на самом деле в европейских странах он приравнивается к свидетельству о квалификации. У нас к этому мы пока приходим постепенно. Я думаю, что скоро это будет так. Вы уже немножко сказали, что можно построить успешную карьеру. Действительно, это зарубежное движение рабочих профессий. В зарубежных компаниях наши после участия насколько активно трудоустраиваются? Ну, безусловно, есть такие примеры. Но здесь же ведь еще важно знание языка иностранного. И как раз в этом направлении мы перестраиваем свои программы образовательные, добавляем дополнительные модули по иностранному языку. Но цели трудоустройства наших детей в иностранной компании мы, конечно, не преследуем. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы именно наши работодатели, ведущие, активные, вот таких детей брали себе на работу. Потому что, собственно говоря, они не требуют дуращивания, как сейчас говорят. Они, по сути, готовые специалисты, которые пришли и могут работать. В России вот это движение, обороты набирают в крае в нашем? В нашем крае. В прошлом году у нас в региональном чемпионате было 20 компетенций и 175 участников. В этом году у нас будет третий региональный чемпионат в ноябре. И мы планируем уже запустить 27 компетенций. Участников порядка 250. Поэтому, безусловно, набирает. Есть интерес, есть спрос. И работодатели приходят к нам на площадке с той целью, чтобы выбрать себе будущего специалиста. То есть, правильно понимаю, это подобный чемпионат, который был только на нашем уровне? Конечно. Весь, все движение WorldSkills, оно проходит несколько стадий. Начиная от региона и до мира. Ну вот наверняка любое участие в любом конкурсе и чемпионате – это урок, где можно подглядеть, как работают другие. Вот что-то уже из того, что подглядели, удалось у нас реализовать на практике? Конечно. Во-первых, мы переоснащаем наши лаборатории, то есть современным оборудованием в соответствии с теми стандартами, которые диктуют движение WorldSkills. Более того, когда соревнуешься, некий опыт подсматриваешь, к тому же, помимо участников, наши эксперты, наши мастера производственного обучения, они проходят курсы повышения квалификации, они работают там на площадках. И, соответственно, они приносят вот этот опыт уже в процесс обучения наших студентов. Естественно, мы интегрированы в этот процесс. Алтайский край идет в первой трети, так скажем, всех регионах Российской Федерации и стараемся потихонечку выйти в лидеры. Ну, на уровне других мы вообще как смотримся? Мы смотримся неплохо. Неплохо. С чем не дотягиваем? Но у нас есть своя особенность. Все-таки у нас регион и очень много профессий, связанных с сектором аграрным. В общем, так называемые компетенции агроскилз, они на самом деле не очень популярны. Но, тем не менее, мы потихоньку по ветеринарии, по агрономии, по вот этим всем направлениям мы стараемся пробиться в лидеры, работаем над этим, переоснащаем учебную базу, лабораторную базу. И думаю, что в ближайшем будущем мы выбьемся все-таки. Спасибо за эту интересную беседу, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Вам спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях временно исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края Енесса Долженко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok